лужа бешеной тетки сидим мы значит как-то вечером у костра чай пьем с пряниками и истории рассказываем кто где был кто где рыбу ловил ну и серёга такой не тот серёга что с людкой другой и говорит ну ручей то который за старыми гаражами начинаются все знают этот который мимо старого свинарника что ли спрашивает кто-то ну да он еще в залив потом впадает ну и что с этим ручьем ну как что рыба там есть ой да ладно врать а какая там может быть рыба там ручей то курицу брод перейдет перебивает кто-то рассказчика ну мне не веришь он у ведь к спроси отмахивается серёга и все смотрят на ведь к витёк отвечает не сразу он не торопясь достает трубку затем спички и медленно и и раскуривает ну есть там рыба он говорит витёк и что любопытно она там есть и в апреле ой ну хватит заливать рыба что в апреле в ручьи заходила ты сказки то не рассказывай в апреле вон лед по рукоятку бура а ты про ручьи какие-то не веришь проверь говорит витёк тоже нашел дурака отвечает кто-то сама проверяй такие проверил есть там рыба и в апреле да и именно в апреле отвечает витёк всем своим видом показывая что разговор ему этот больше не интересен а я между прочим с ведьком согласен говорю я лужу между рогатым и сундуком знаете ну как не знать конечно знаем это та самая лужа где-то рыбы тогда хапнулся ломешок а сколько лет и сколько народу мимо неё проходила и также говорили нету в ней рыбы нету а я пришел и поймал не ну так то лужа а это ручей да еще в апреле пытается возразить кто-то особо упрямый но мы сходимся на том что наступит апрель вместе придем и проверим и ведь ка с собой заодно возьмем чтоб далеко не убежал если рыбы там нет забегая вперед скажу мы действительно сходили на этот ручей и сходили именно в апреле сугробы были по колено где-то даже по пояс а рыба в ручье было не сказать что крупная обычный мелкий кумжачок но она там была но мы еще какое-то время посидели поспорили есть там ручье рыба нет я там а витек трубку опять раскуривает и говорит ручей это что вы лужу которая перед долгим но в андреевке знаете ну как же не знать знаем конечно та которая по правой стороне она самая говорит витек ой но вот только не надо сказки рассказывать что рыба там тоже есть ну насчет рыбы утверждать не могу но случай я вам один расскажу поехали мы как то в андреевку я уже не помню куда мы ехали то ли на второе андреевское то ли на подкову ну и проезжаем мимо этой лужи а там вот на обочине машина стоит и вокруг этой лужи тетка какая-то бегает с удочкой а с ней значит собачка ну это спаниель или как ее там и вот она значит вокруг этой лужи бегает что-то забрасывает мы даже затормозили но останавливаться не стали но убегает и бегает мало ли теток по лужам скачет тоже мне не видать какая но мы дальше то и поехали а съездили мы тогда кстати неудачно плевало плохо но енот поймал конечно ему что на озере что в ручье что в ванной что унитазе всегда поймает но обратно ехали когда на лужи той никого уже не было ну и как-то забыли мы про эту тетку а тут то ли в прошлом году то ли в позапрошлом опять значит едем а дело было в конце июля смотрим опять машина это стоит и тетка вокруг лужи носится с собачкой с той самой ну тут мы уже затормозили любопытно стало остановились мы вышли из машины отек то вокруг этой лужи бегает удочку забрасывает и главное то что она ведь рыбу таскает и что интересно лужи то мелкая там дно то видать отовсюду но она как блюдце не ям не свалом так и ручьев не никаких не впадает и не вытекает в общем по всем рыбацким приметам и канонам в этой лужи рыбы быть не может а тетка это вокруг лужи носится как бешеная и главное ловит рыбу с крючка снимает в пакет кидает удочку опять забрасывает и все это ну практически бегом и собачка это еще дурная бегает вокруг нее гавкает и на нас значит ноль внимания а так еще забыл сказать это же днем все происходило ну кто днем рыбу то ловит у нас же как вечер на закате спокойно размеренно а тут прям посреди белой дня солнце светит она носится и главное что-то ловит а что именно непонятно постояли мы еще какое-то время посмотрели ну и поехали дальше себе обратно едем тетки уже нет ну так а вы чё не остановились и не попробовали на этой луже спрашивает кто-то я говорит витек а сам в бороду улыбается ну вот понятно врет ведь но рассказывать об этом почему-то не хочет в общем пришли мы к единому мнению что он придумал эту тетку и разводит нас на обыкновенный рыбацкий азарт помню виктор иванович любил так делать один раз чуть всех рыбаков с нашего городка с ума не свел а чё учудил то пришел значит как то с утра на собачью лужу которая у вышки прям в городке пробурил лунку ну и рыбу вокруг накидал которую поймал накануне и сидит такой типа азартно ловит тащит что-то а рыба то вокруг валяется такая приличная горка а народ значит мимо ходит останавливается глазеет а он там что-то прыгает бегает подсекает ругается в общем весь в увлекательном процессе ловли ну а потом собрался и ушел домой через некоторое время собачья лужа превратилась буквально в друшлаг скажу кратко были все а виктор иванович сидел дома кушал бутербродики с соленой рыбкой и глумливо хихикал ну а мы в тот раз посидели еще какое-то время а потом спать улеглись с момента тех посиделок у костра прошло наверное года три ну а я в андреевку то на рыбалку часто летом езжу ну и естественно всегда мимо этой лужи проезжаю историю ведь к вспоминаю улыбаюсь но естественно никакой тетки никакой машины и никакой собачки там нет а название однако к этой лужи прикипела так и стали мы называть лужи бешеной тетки и вот однажды как раз в конце июля ехали мы на перекресток и вдруг видим на обочине около этой лужи стоит машина а вокруг лужи бегает тетка с удочкой и собачка в общем все один в один как витек и рассказывал так как эту историю никто кроме меня не знал мы так и проехали мимо этой тетки и лающей собачки я же для себя решил на лужу это обязательно сходить что-то с этой уже не так на следующий день пришел значит я на эту лужу разложил удочку насадил жирного червяка забросил стою жду ничего но думаю надо место поменять сейчас я какую-нибудь ямку найду там точно рыба есть ну ловила же эта тетка я же сам это видел в общем обошел я эту лужу наверно раз десять вокруг и тут закину и там и вот под тот камень и на середину ничего а у самого мысли в голове вот же повелся ну мелкая лужа глубина максимальная там ну я не знаю но сантиметров тридцать наверное откуда тут рыбе вообще взяться не втекающего ручья не вытекающего но мертвая но я же сам вчера видел как это тетка рыбу ловила в общем через некоторое время мне стало казаться что тетка мне это и вовсе привиделась так ладно это я еще от машин проезжающих прятался вдруг кто остановится увидит меня подойдет и ехидно так спросит ну что клюет но думаю пока меня никто не заметил свалю я по-быстрому с этой лужи на тоже ведь от стыда сквозь землю провалюсь хорошо не так далеко ручей течет ну который из долгого этом какой-то мелочи надергал и вернулся в лагерь ну и на этом сказку можно было бы и закончить если бы ни одно но буквально в этом году как раз в конце июля проезжаем мы значит мимо этой лужи а на обочине стоит все та же машина а вокруг лужи бегает тетка за ней бегает все та же собачка и громко лает